Кошка, которая стала сегодня лучшей в породе, уже в свои три месяца. Она вся кругленькая, мускулистая, с широкой спиной, широкой грудной клеткой. На финал котенка держится фотограф на первый ряду. Густой плюшевой шерстью с отличной подшерсткой. Круглой головой, круглыми вибрисами, большими круглыми глазами. Маленький, кругленький плюшевый мышонок. Сегодня осталось десятка лучших котенков. Пятое место? Десятое место. А? У него десятое место. Это господа. А, мне показалось, пятое место. Вот наша точка была первая место, да? Настя, не по камеру. Настя, не надо по камеру. Как у нас была замена, то девятая настала. И повезло чуть больше. Так она стала сегодня везучая кошка, которая дождалась своего часа. Она была одиннадцатой, теперь десятой. Итак, лучший представитель шестландской веслоухой глиношерстной. Прекрасная кошечка с маленькими-маленькими глазами, прижатыми к голове ушками, огромными круглыми совинами поразительными глазами орехового цвета, полудлинный, хорошо опушеная по всему телу шерстью, отличный длинный гибкий хвост, великолепно опушенный, четкий контрастный цвет. Так, сегодня это десятый лучший котенок. Поздравляем! Мама, ну чего мы в то время вытираем, если кошек? Мама, ну что бы кошки не зародились? Другие кошки, только не было. Боже, кошки не зародились. Не пойду. Под номером три сегодня выступала котенок породы экзотической короткошерстной, прекрасным коротеньким, москулистым, тяжелым телом, широкой сминой, широкой грудной клеткой, короткий толстый хвост, великолепно плюшевая на ощупь, густым подшерством, личная экзотическая шерсть, коротенький-коротенький вздернутый носик, округлые скулы, маленькие, широко низко посаженные ушки, круглая голова, большие, выразительные, всыпайся, круглые формы, медного цвета глаза. Итак, сегодня котенок под номером три становится восьмым лучшим котенком. 9, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 9, 18, 9, 9, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22. 10,9,8 10,9,8 9,10,8 9,10,8 Аぉша, правильно 10 8,9,10 6,8,9,6 Нет, не надо проявить. Нет, не надо проявить. Нет, не надо проявить. Сейчас сделаем. А, Доб, почему не знаю? Когда, почему сейчас? Попадет. А не смотрит. Не знаю. Под 11 номером на сегодня ускопал котенок бенгальской породы. С прекрасным маккулистым телом. Отличной прилегающей шерстью, характерным блеском для этой породы. Прекрасным симметричным телерисунком, длинным гибким хвостом, хорошо выраженной мордочкой, плавным переходом от носа в голове, маленькими посаженными затылками ушками. Итак, сегодня это седьмой лучший котенок. Редко? Нет, не очень редко. А самая редкость? Самая редкость. Самая редкость. По номерам 16 у нас сегодня выступает бурманская порода. Латиновый окрас. Кажется, что котенок очень маленький, но достаточно мелкая порода. При этом он достаточно тяжелый, мускулистый. Отличный костяк. Отличная грудная клетка. Шелковистая, мягкая на ощупь шерсть. Отлично выражена мордочка и скулы. Итак, сегодня этот котенок становится шестым лучшим котенком. Отличный костяк. Под номером 9 сегодня выступал котенок с амалийской породы. С прекрасным ярким цветом шерсти, отличным тикингом. Прекрасная пушеность у хвоста. Отличное сбалансированное тело. Хорошо выражена мордочка. Делевидные формы глаза. Итак, сегодня этот котенок становится пятым лучшим. Добрый день. Спасибо. По десятым номерам у нас выступала Олесинская кошка, также с прекрасным, ярким, тёплым тоном цвета, отличным чикингом, длинным костиком, отличными пропорциями, балансом тела, большими широко посаженными ушами, хорошо открытыми, отлично выраженной морской. Отличным переходом вверх головой. Сегодня достала четвёртая в моём ринге. Десятая в моём ринге. Десять, восемь, восемь. Что ты делаешь? Возьмай в курсе. Готов. Питер. Десятая. Под номером два у нас шерстяное облачко. Это котенок персидской породы, ямалайской дивизии, окраса силпоин, с привычным нам окрас сиамов, когда окрашен хвостик, конечности, мордашка и ушки. И при этом невероятно синие глаза. Так, прекрасное, компактное, тяжелое, мускулистое тело, широкая грудная клетка, широкая спина, коротюсенькие лапки, короткий, прекрасно опушенный хвост, невероятное количество шерсти, подшерстка, отличная подготовка, огромный воротник, маленькие, широко-низко посаженные, с круглыми кончиками ушки, хорошее наполнение головы, круглый лоб, коротенький-коротенький вздернутый носик, уже хорошо развитые округлые скулы, отличные вибрисы и круглый подбородок, опять же, большие, круглые, очень яркие, кабальтового цвета глаза, даже назвать тяжело синими, они больше уже сине-фиолетовые, такого окраса цвета, вернее, глаз очень сложно добиться. Посмотрели? Посмотрели? Рано? Рано? Ну, в принципе, яркая противоположность, немножко окрас другой, но смысл. Ну, яркая противоположность, длинным-длинным хвостом, длинными-длинными конечностями, длинным-длинным скосиком, да? Большими-большими ушами. Если бы окрас был еще с темными ушами, все были бы практически одинаковые, но при этом кардинально разные. Также с невероятно синими глазами. Это уже представитель сиамской породы, то есть ярко противоположный также экстремал в своей породе, но экстремал персидской породы, это экстремальный текст сиамской породы. Лично прилегающая шлотно к телу шерсть. Большие, широко поставленные уши, параллельные скулы. Так, это номер 20. Один котик копает. И котик вообще без шерсти. Начинали мы с самой длинной. В промежутке была короткая и практически бесшерстная животная. То есть, в данном случае это номер 32, представитель канадского сфинкса. Существует еще донской, у тех вообще нет шерсти. У этих есть такой некий бархатный, такой, скажем, такая маленькая-маленькая, мягенькая-мягенькая шерсть, такой бархат на ощупь, персик. Можно еще сравнить вот с бархатностью персика. То есть, это канадский сфинкс с отличной складчатостью тела, прекрасно развитыми скулами, мордочкой, также большими, широкими, хорошо открытыми ушами, длинным хвостообразным хвостом, кимпочкообразным, лампочкообразным животиком, широкой грудной клеткой, большими выразительными в форме лимона глазами, также с отличным выставочным темпераментом. Внимательно смотрите, что дальше будет. И так, третье место. А теперь, знаете, между голым и самым длинношерстным. И так, вторым лучшим котенком сегодня у нас становится номер 32. И первым лучшим котенком становится Аминь. 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 Аминь.